Бисмиллахи ррахмани ррахим Обещанная вам есть истина, и суд непременно наступит Клянусь небом, обладающим прекрасным обликом, или небом, обладающим мощью, или небом со звездами Ваши неверующих слова противоречивы Отвращен от него, Мухаммада или Корана, тот, кто был отвращен Да будут убиты лжецы, которые окутаны невежеством и беспечны Они спрашивают, когда же настанет день воздаяния В тот день они будут гореть в огне Вкусите ваше наказание, которое вы торопили Воистину, богобоязненные прибудут в райских садах и среди источников Получая то, что даровал им их Господь До этого они были творящими добро Они спали лишь малую часть ночи А перед рассветом они молили о прощении Они выделяли известную долю своего имущества для просящих и обездоленных На земле есть знамения для людей убежденных А также в вас самих Неужели вы не видите? На небе находится ваш удел и то, что вам обещано Клянусь Господом неба и земли Что это является истиной Подобно тому, что вы обладаете даром речи Дошел ли до тебя рассказ о почтенных гостях Ибрахима? Вот они вошли к нему и сказали «Мир тебе!» Он сказал «И вам мир, люди незнакомые» Он направился к своей семье с опаской И принес жирного теленка Он придвинул его к ним и сказал «Не отведаете ли?» Он испугался их в душе И тогда они сказали «Не бойся» Они обрадовали его вестью о знающем мальчике Его жена стала кричать и бить себя по лицу Она сказала «Старая, бесплодная женщина» Они сказали «Так сказал твой Господь» Он мудрый, знающий Он сказал «Какова же ваша миссия, о посланцы» Они сказали «Мы посланы грешным людям» Чтобы наслать на них каменья из глины Помеченные у твоего Господа для преступников Мы вывели оттуда всех уверовавших Но нашли там только один дом с мусульманами Мы оставили там знамения для тех Которые боятся мучительных страданий Знамение было и в рассказе о Мусе Вот мы отправили его к фараону с явным доводом Он отвернулся в сторону или вместе со своим окружением И сказал «Колдун» или «Одержимый» Мы схватили его вместе с войском и бросили их в море И он был достоин порицания Знамение было и в рассказе об Адитах Вот мы наслали на них недобрый ветер Он обращал в подобии праха все, на что налетал Знамение было и в рассказе о Самудянах Им было сказано «Пользуйтесь благами» до определенного времени Они ослушались веления своего Господа И их поразило губительное наказание Пока они наблюдали за этим Они не смогли даже подняться И никто не помог им Мы уничтожили народ Нуха еще раньше Ибо они были людьми нечестивыми Мы воздвигли небо благодаря могуществу И мы его расширяем Или даруем пропитание Или обладаем мощью Мы разостлали землю И как же прекрасно мы растилаем Мы сотворили все сущее парами Быть может, вы помянете назидание? Скажи «Бегите же к Аллаху» Воистину я являюсь для вас предостерегающим И разъясняющим увещевателем от него Не поклоняйтесь наряду с Аллахом Другому божеству Воистину я являюсь для вас предостерегающим И разъясняющим увещевателем от него Таким же образом Какой бы посланник не приходил к их предшественникам Они обязательно говорили Он колдун или одержимый Неужели они заповедали это друг другу? О нет! Они являются людьми, приступающими к границе дозволенного Отвратись же от них, и тебя не будут порицать И напоминай, ибо напоминание приносит пользу верующим Я сотворил джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне Я не хочу от них никакого удела И не хочу, чтобы они кормили меня Воистину Аллах является наделяющим уделом Обладающим могуществом Крепким Воистину Тем, которые поступали несправедливо Уготована доля наказания Подобная доле их товарищей Пусть же они не торопят меня Горе неверующим от того дня их Который им обещан Добавил субботом